Привет, мои дорогие друзья и все любители читать книги. Сегодня я вам расскажу о трех книгах, которые я прочитала в последнее время. Хочу с вами поделиться своими эмоциями, мыслями, мнением. И чтобы не тратить зря время, давайте уже приступим. Первая книга, которую я прочитала, это автор Робин Шарма, монах, который продал свой Феррари. Если вы смотрели мое анонсовое видео, то знайте, что об этой книге у меня были два абсолютно разных мнения от моих коллег, которых я одинаково уважаю, ценю, люблю. И одна девушка очень восхищалась данной книгой, а другая очень ее ругала. Я, конечно, читала эту книгу, не принимая глубоко к сердцу ни одно, ни второе мнение. Я очень хотела создать свое мнение и, к большому сожалению, прошу прощения всех тех, кто любит эту книгу, но мне эта книга абсолютно не понравилась. Я попытаюсь в этом видео вам аргументировать свое мнение, потому что, как уже принято, знаете, вот когда что-то нравится человеку, тогда как бы и не спрашивается, вот, расскажешь, почему тебе это нравится. А вот когда что-то человек критикует, может быть, ну, я, конечно, не могу сказать, что я критикую, я вообще не вправе это делать, но вот, ну, не нравится, скажем, да, тогда люди вот как-то так, а что ж тебе там не понравилось? Вот мне так понравилось, ну, скажи, что ж, поэтому я пытаюсь как-то рассказать, что мне не понравилось. Итак, у нас в Литве эту книгу издали, или издали, издали, наверное, ну, в общем, выпустили где-то лет 7 назад, хотя книга написана была в 97-м году, ну, у нас ее выпустили лет 7-8 назад, именно тогда у нас в Литве начали, знаете, вот пошла, началась эта мода всего восточного, там, восточная мудрость, там, как же это называется, боже ты мой, йога, вегетарианство, там, питание, солнечная энергия, вот это все начало у нас завязываться. Сейчас у нас это еще очень-очень популярно, всякие там и виды спорта восточные, и все по фенг-шу, ну, фенг-шу уже, может, чуть-чуть отошел, но вот лет 7-8 назад там всякие домохозяйки сходили с ума, все там расставляли по фенг-шую, там они все вставали по фенг-шую утром, все-все-все по-тибетски, там они тибетскую мудрость изучали, и думали, что вот это именно принесет им какую-то гармонию в жизни. Может быть, это так и было, я к этому никогда не пристрастилась, не пристращалась, ну, в общем, я не чувствовала к этому направлению никогда каких-то таких всяк и страстей, поэтому, но я все знаю, что это было, и вот когда эту книгу выпустили на этой волне, а может быть, поэтому у нас тоже был ажиотаж на эту книгу, ну, не знаю, во-первых, мне не понравилось, что? Что здесь прописаны настолько, ну, элементарные истины, настолько они естественные, и я считаю, что если человек не способен оценивать адекватно то, чем надо радоваться в жизни, то, что надо ценить в жизни, то это вообще у человека, наверное, большие психологические проблемы, и надо тогда читать не такую книгу, а вообще перезагружать свою мозговую оболочку, потому что, ну, здесь так это написано, знаете, элементарно было, что вот я только сейчас понял, как надо радоваться красотой полнолуния, да, я-то знаю, что надо радоваться красотой полнолуния, и что вот я столько работал-работал, и не видел, как мой ребенок пошел первые шаги по первые летние расти, ну, так значит, надо делать выводы, или ты колотишь бабки, прошу прощения за столь грубое выражение, или ты чуть-чуть, может, меньше зарабатываешь, но ты проводишь и позволяешь себе проводить время со своей семьей, поэтому я не вижу в этом вообще никаких открытий, никаких новшеств, потому что меня родители воспитали так, что у меня было всегда, в принципе, все в достатке, мы не были какими-то там олигархами, мои родители обыкновенные люди, но они меня всегда обогащали внутренне, они всегда находили время со мной гулять по первой расти, они всегда находили время со мной проводить какие-то беседы душевные, ну, папа, может, чуть-чуть меньше, потому что все-таки я девочка, и мама была, может, ближе ко мне, хотя и папа тоже со мной общался, и мне вот это вот такие прописания, где вот рассказывается, как он резко понял вот после этой поездки, что вот дети же счастье, ну да, наверное, я, конечно, не могу ценить, у меня нет своих детей, но для меня это не было открытием, потому что, слава богу, мои родители и без прочтения данной книги знали, что это очень важно, и это в будущем ребенок, когда уже вырастет взрослого человека, превратится, он как-то, наверное, не потеряет эту нить с родителями, и поэтому они со мной всегда находили время быть. Дальше, что мне не понравилось в этой книге, тут сюжет такой очень интересный, что, ну, как интересный, человек очень богатый юрист, резко заболевает, и после этого он решает, что все, я должен изменить свою жизнь, и он уезжает в Тибет, то есть там в горы к монахам. И вот он потом, после какого-то определенного промежутка времени приезжает в свой город, и его сотрудник его не узнает, как он хорошо изменился, похудел, там все красиво стал. И вот здесь пытается так автор преподнести, что именно душевное вот это все обогащение его прям преобразило, он стал таким, знаете, вообще другим человеком, он помолодел на там 20 лет, похудел. Ну, конечно, когда мы едем отдыхать, элементарно мы уезжаем на 2 недели на море, мы спим сколько хотим, хорошую кушаем еду, мы не переживаем по поводу каких-то рабочих там проблем, мы не стоим в очередях, не стоим в пробках, это нормально, уже после 2 недель наше физическое состояние приходит к лучшему состоянию, поэтому я не вижу в этом никаких тут тоже чудес, и я не думаю, что это именно только лишь потому, что он бросил работу, все продал, и, в общем, уехал обогащаться. Конечно, душевное обогащение, оно тоже очень влияет на физиологические какие-то, да, ну, выражения, но все равно физический отдых, он также очень важный, когда человек высыпается, когда он не нервничает, когда он даже, может, и ходит по этой первой рассе, и он получает и душевное, и физическое удовольствие, и все это, когда складывается, все получается так, как, ну, то есть то, что человек приходит в лучшее состояние в любом смысле, и в моральном, и в душевном, и в физическом, поэтому, опять же, для меня это не было новостью. Дальше. Насчет питания. Здесь очень описано тоже, такая легкая пропаганда идет вегетарианского питания. Я все понимаю. Конечно, джанкфуд это очень плохо, но то, что здесь так, знаете, прописывается, вот, можно вообще не кушать, там, типа, питаться солнечной энергией, или энергией первых солнечных лучей, или, там, заката, или восхода. Ну, да, может быть, я бы могла бы, если бы не надо было бы трое суток подряд работать, с четырех утра, потом ты приходишь, у тебя еще дополнительная работа, потом надо все равно убрать квартиру, что-то еще сделать, в конце концов, выходные у меня спорт, там, еще какие-то дела, то есть я думаю, что после недели достаточно активной жизни, в плане работы, спорта, домашних дел, других каких-то дел, если я буду питаться лишь солнечной энергией, думаю, я окажусь в реанимации, как минимум, а как максимум это летальный исход. Я очень прошу прощения за то, что я столь строго оценила эту книгу, просто я конкретно по полочкам разложила и показываю вам, рассказываю то, что мне не понравилось. Поэтому вегетарианство, конечно, хорошо, иногда очистить организм, опять же, во время отпуска тоже очень кстати, можно, когда ты не работаешь, просто лежишь везде на солнышке или на диване, если не всегда удается уехать куда-то в отпуск, то можешь меньше покушать, чисто вот, очистить организм, но все равно. Знаете, вот, опять же, еще хочу рассказать один случай, реальный случай, у меня одна знакомая, в общем, рассказывала такую ситуацию, про свою другую знакомую, которая поддалась таких вот к этим всем направлениям вегетарианства, там, вот эта вот зеленая еда, вот эти все коктейли, которые там, они не готовят пищу, они там вот эти все, да, шпинаты, апельсины в коктейль сделали и выпивают, и типа вот от этого будут жить. Она родила, в общем, ребенка, еле выносила, и ребенка она тоже решила с младших, с маленьких дней, с первых, точнее, дней его жизни, сделать с него такого тоже вегетарианца. Ну, конечно, ребенка в течение двух недель вывезли в реанимацию, врачи были в шоке, они вообще сказали, что у ребенка вообще не образуется, не знаю, этих медицинских терминов, прошу прощения тоже, если кто знает, ну, в общем, кожа, она не становится толще, и ребенок вообще от малейшего дотрагивания, самого нежного, у него сразу синяки, у него, ну, в общем, очень ослабен организм, мамочка там, конечно, говорила, нет, нет, я хочу срывно, это все правильно, люди же как-то так живут, ну, пока ей не сказали, что к вам придут в гости социальные работники по защиту детей, ее никак не могли, в общем, привести в мозг, ну, то есть, ладно, ты сама сходишь там с ума, или там, или не с ума, может, она следует этим правилам, может, ей хорошо, но все-таки ребеночек должен расти, и поэтому она все-таки принялась, таки его кормить нормальной едой, ну, в общем, я что хочу сказать, что вот эти все такие истины, да, они очень классные, хорошо, когда ты не работаешь, или у тебя нет ребенка, или ты просто вот отдыхаешь, тогда, да, все хорошо, почистить организм, но тоже в здравом каком-то смысле, а не так, что там вообще, знаете, в крайности впадать, все бросать. Дальше, какой пункт мне очень был такой, ну, не хочу сказать грубого слова, ну, не буду говорить, в общем, ну, такой, я так чуть-чуть такой, знаете, скептически посмотрела на это все. Человек, который бросил все, продал свой Феррари, ну, это так образно сказано, и там он реально тоже продал свой Феррари, но там рассказывается, как он продал все, все свои там акции, все свои дела, он все продал, всю свою контору продал, и вот с этими своими миллионами он уехал искать себя. Ну, конечно, когда от тебя ты всю жизнь вкалывал, заработал приличную сумму денег, просто ему повезло, что он до какого-то возраста это заработал, и вот все продав, ему осталась такая сумма, которой хватит уже до конца его дней, и он тогда может себе позволить там месяц побыть там в горах с монахами, месяц побыть на Мальдивах, месяц побыть там, не знаю, в Японии где-нибудь, там тоже мудрости поискать, но он знает, что у него на счету лежат эти миллионы, и в случае чего там, если ему очень уже все надоест, он опять же сможет спокойно себе вернуться, купить ту же Феррари, и, в общем, все у него будет хорошо. Так что вот такое мое мнение. Ну, некоторые фразы, конечно, мне понравились, да, прошу обратить внимание, что фразы, потому что мне понравилось то, что здесь рассказывалось о том, что человек, точнее, организм человека привыкает к каким-то действиям спустя 21 день. Я знаю, что алкоголь из человеческой крови полностью исчезает тоже после 21 дня, то есть неважно, я сегодня выпью бокал пива или, там, до комы набухаюсь, извините за столь грубые сравнения, но просто как-то так хочется откровенно поговорить с вами, то есть неважно, сколько я выпью, этот алкоголь полностью из крови удалится через 21 день. И также какие-то привычки, ну, то есть, если я буду 21 день подряд что-то делать в одно время одинаково, то я так и привыкну, и это потом уже для меня будет естественно. Ну, вот я пытаюсь это сейчас делать, некоторые эксперименты провожу, посмотрим. Ну, думаю, что это все-таки действует, потому что вот и вот про алкоголь есть, и вот тут автор написал все-таки, наверное, 21 день, это такое какое-то магическое число для человеческого организма, через которое он к чему-то привыкает или очищается от чего-то. Дальше мне было очень интересно почитать, как этот монах, который продался Феррари своему сотруднику, настоятельно рекомендует читать книги. Да, там очень красиво написано про книги, что литература обогащает, литература нас наполняет, но это все, я думаю, все и так знают, но мне про это было приятно читать. И там еще что интересно, сотрудники его спрашивают, какие же мне книги читать, откуда мне знать? И тогда ему монах ответил, также бывший юрист, что читай как можно больше, неважно, говорит, сразу ты не поймешь, что ты хочешь читать и какая литература является правильной или неправильной, но ты читай как можно больше, а потом ты уже как-то, естественно, будешь это где-то в подсознании перебирать сам и понимать, что надо читать, что не надо. Ну, то есть какие-то моменты мне, конечно, понравилось читать, а какие-то не очень. И, кстати, могу показать вам некоторые иллюстрации к этой книге. Ну, вот здесь, например, да. Сантрука, это значит, ну, в общем, то, что мы получили из 13-го отдела, да. Вот какие-то символы, бриллианты, типа, ну, в общем, цени свое теперь, ну, то есть свое сегодняшний день, живи сегодня, живи, радуйся сегодняшним днем, этим подарком, что он у тебя есть. Ну, понимаете, не знаю, вот такие вот эти все истины, они настолько, нет, они ни в коем случае не примитивны, но они настолько уже везде рассказаны, перерассказаны, показаны. В любом «Космополитан-журнале» можешь открыть с любого месяца. Я уже не читаю такие журналы, но просто я помню, когда я раньше очень хотела быть взрослой, там, в лет 17-18, мне очень хотелось быть такой, знаете, «Космогрелл». Сейчас самой очень смешно, я покупала эти журналы «Космополитаны», в каждом журнале была какая-нибудь такая типа психологическая статья, в которой именно что писалось, то, что вот цени сегодняшний свой день, и все будет хорошо, уи, ну, типа, как-то так. Ну, и вообще, еще мне, что, ну, такое достаточно скептическое тоже чувство вызвало вот это пожелание этого бывшего юриста, теперь настоящего монаха, который продал свой «Феррари», что типа «Скажи, что все хорошо, и будет все хорошо». Ну, да, конечно, я могу сказать, что все хорошо, и все будет хорошо, но когда у меня не есть что-то хорошо, и когда у меня есть какая-то проблема, это может быть любая проблема, и какая-то материальная, и какая-то моральная, и какая-то на работе проблема, или с моими близкими кто-то заболел, я не могу сказать, что «Вау, у меня все хорошо, и у меня все хорошо». Нет, так нет, и вообще, я считаю, что надо принимать разные эмоции, и если мне хочется сегодня плакать и о чем-то скорбить, ну, скажу такое громкое слово, я буду скорбить, я буду даже, может, в каком-то роде, в каком-то смысле наслаждаться этой эмоцией, эмоцией грусти, эмоцией боли, эмоцией какого-то такого безнадежности, чтобы потом я как-то поняла эмоцию радости. Ну, опять же, я тут тоже, может, с какими-то такими примитивными сравнениями пытаюсь поделиться, ну, типа, вот, надо почувствовать боль, чтобы потом почувствовать радость. Ну, я все понимаю, но вот эти такие, знаете, скажи, что все хорошо, и все будет хорошо, ну, не знаю. Я вчера случилась большая трагедия, упал самолет, рейс в Дубай, Ростов-на-Дону. Я как работник причисляю себя к авиации, все-таки я непосредственно работаю в этой сфере. Для меня это трагедия, и я не могу сказать, что, вау, все сейчас будет хорошо. Нет, сейчас не будет хорошо, потому что бессмысленная смерть 70 человек для меня является трагедией, и я это переживаю. Или, не знаю, там, недавно у меня близкий человек заболел, попал в больницу, слава богу, все сейчас хорошо, но тоже в этот момент я не могу сказать, что все хорошо, мои эмоции спокойные, я счастлива. Нет, так нет, поэтому я закругляюсь данной книгой. Я ее не могу ни рекомендовать, ни не рекомендовать. Это ваш выбор, вы можете ее почитать, но я для себя ничего нового в этой книге не открыла, я ничего нового не узнала, ничего такого душераздирающего, или чтобы меня, вау, как вот эмоции просто бывают, разбивают, ничего я здесь не узнала. Много в этой книге было прописано одно и то же. Так, Рэмбо Кот пришел. Повторялись некоторые фрагменты, повторялись некоторые мысли, и они крутились вокруг да около, местами вообще слово в слово. Поэтому, хоть я когда открывала рубрику, говорила, что я буду пытаться, точнее не буду вообще критиковать книги, но это не критика, это просто мое мнение. Для меня эта книга... Все, я попытаюсь ее, может быть, даже продать, потому что я не хочу, чтобы она у меня была в моей библиотеке. Итак, следующая книга, так, это не это, прошу прощения. Следующая книга, которую я прочитала, это была Антонела Челента, Лизария или секреты женского удовольствия. Вау! Эта книжка супер, мне очень понравилась, хотя чуть-чуть двояко мнение мне о ней сложилось, и давайте-ка расскажу по порядку. Антонела Челента, современный итальянский автор, писательница, женщина, она пишет очень интересным таким стилем, она в данной именно книге перемешала реальные герои с выдуманными, и это с выдумы... Прошу прощения, выдуманный, с выдуманными героями. Также в этой книге очень интересно было рассказано история Италии. Вот я, например, не знала, что Неаполь, такой по мне вообще самый какой-нибудь итальянский город, когда-то принадлежал Испании. И это было... Вот это место, где находится Неаполь, это было вице-королевство Испании, и Неаполь был вице-столица... Столица этого вице-королевства. Ну, в общем, как-то так. Это для меня была новость, потому что... Ну, я, конечно, не могу похвастаться историей... Историю Италии я хорошо, так досконально точно не знаю. Вообще я историю досконально не знаю. Но вот такой факт был интересный. Итак, роман вообще заключается в том, что врач, псевдоврач, пытался, он был одержим, точнее, таким желанием узнать секреты женского удовольствия. Прошу всех, кому нет 18 лет, закрыть ушки. А женское удовольствие заключается именно в сексуальном плане. Его очень просто разрывало, как он хотел узнать, как же женщины чувствуют вот это сексуальное физическое удовольствие. Ну, то есть, что же происходит в органах, когда женщина чувствует оргазм? Его вот это очень просто убивало, он не понимал, его бесило то, что женщина может сама себе доставить это удовольствие. И он пытался это все узнать, пытался это все выявить на свет. Он это искал в своей жене Лизарии, которую он, кстати, и... В общем, она как бы была в коме. Я потом только поняла, что в коме, хотя сначала было так мистически преподнесено автором читателю, что Лизария заснула, ну и потом только выяснилось, что это была кома, и он ее начал удовлетворять, и она проснулась. Ну и потом он и с ней делал эксперименты, потом он эти эксперименты делал с проститутками того времени, даже с трупами он пытался выяснить это все. И знаете, в первой половине книги автор такое чувство, что она чуть-чуть поспешила. Очень много она преподнесла информацию уже в первой половине, первой половине. Ну то есть в первой четверти книги уже раскрылись все карты, что к чему, что как делается. Очень действие происходило быстро, развивалось очень так активно. И я даже делилась вот и с Ингой, высылала ей фотки, говорю, «Вау, какая крутая книга, как интересно!» Не поймите меня правильно, я не люблю никаких там порнушек, нет, это просто написано было очень таким, знаете, красивым языком, очень интересно, очень так захватывающий дух. То, о чем эта книга, вот про удовольствие женщины, да, это только сюжет, но все как делалось, было очень интересно написано, поэтому, ну где-то да, ну скажем так, в первой половине книги все рассказалось, все показалось, и я думаю, что же будет дальше. И со второй половины книги ни с того ни с сего мы просто такое чувство попадаем вообще в другой роман. Лизария куда-то уходит вообще на второй план, нам преподносятся новые герои, уже вообще ничего общего с этим сюжетом не имеет. Ну, то есть Лизария там, конечно, местами появляется, но вообще начинается другой рассказ, уже более исторический, нам больше рассказывается о политике того времени, о том, как люди жили вот в этом, да, 17 веке Италии, о том, какие у них были проблемы, о чиновниках противных, которые они сначала людям говорили, да, мы снимем налог на фрукты, оказывается, в то время очень были большие налоги на фрукты, и фрукты были в то время в Неаполе очень большой роскошью. Ну вот, тоже знание интересное. В общем, они обещали, а как их только выбирали, конечно же, они все себе карманы только набивали, на людей плевали, но все то, что происходит сейчас в нашем времени, то есть мир не изменился. Спустя 400 лет у нас все то же самое происходит, чиновники нам много что обещают на красивых плакатах, а потом, когда дело доходит до дела, все в кусты. В общем, как-то так. Также очень был интересный рассказ о геях, о геях, о, ну, в общем, о людях, как это, нестандартной сексуальной ориентации. В общем, это тоже все было у них, как они переживали эту трагедию, когда они влюблялись в кого-то, а не получали взаимной любви. Как они хотели отомстить, как они хотели убрать соперника. Это все так интересно рассказывалось. Также путешествие здесь было тоже очень интересно. Еще было очень интересно описаны болезни того времени. Марос, как же на русском языке Марос? Если вы подождете, я попытаюсь это найти сейчас в гугле, транслейт. Прошу прощения, надо было подготовиться, но я все равно хочу вам сказать, потому что это, я считаю, важно. Одну минуту. Так, литовский. И мы набираем слово Марос. И как же это будет на русском? Чума! Вот, ну точно знала. В общем, в то время очень бушевала чума, и было так даже расписано, что случалось от чумы, какие последствия, как это все было. Также был очень интересно описан быт этих людей. Но опять же говорю, это все во второй половине книги. Лизария, вот наша главная героиня, она уже там вообще живет другой жизнью, там она влюбляется в другого человека, но это все вообще не важно. Ну, то есть, я, когда прочитала первую половину книгу, думаю, что же будет дальше, но чуть-чуть уже так начала разочароваться, думаю, ну вот, все уже интересно раскрылось, дальше некуда. А дальше было, да, по тому сюжету о удовольствии некуда, но было много чего интересного. И в конце книги меня очень одно предложение просто испугало, они плыли на корабле, неважно кто, ну, то есть, люди плыли на корабле, и на корабле тоже начала бушевать чума, то есть, кто-то там кашлянул, и все заразились. И такая фраза. В этот момент я почувствовал, что проклятие матери Лизарии нас догнало в море. Ну, то есть, меня аж прям так, я читала вечером, мне аж так страшно стало, так как-то жутко неуютно. Я потому что, когда читаю, очень все представляю, визуально бывает даже прочитываю предложения, закрываю глаза, чтобы это еще больше представить, как это все было. Я представила это темное море, оно такое, волны бушуют, дождь идет, там эта Лизария с этим ребенком, эти все моряки пьяные, все эти рылы страшные, тараканы, крысы ползают, и еще и такой дух проклятия прилетает. Ну, мне это очень было интересно. В общем, также было еще Скарлатти описан композитор. Я очень люблю музыку Скарлатти, мне очень нравится, это эпоха барокко, очень он красивое произведение писал, и вот кто сочинял, может было бы правильно сказать, кто не знает, советую, ну, просто даже в Ютубе можно набрать Скарлатти, музыка Скарлатти, послушайте, ну, очень-очень-очень милое человеческому уху. В общем, я довольна, что я прочитала эту книгу, рекомендую, кто живет в Литве, точно, девочки, в любом книжном магазине эту книгу можно найти, она стоит недорого, ну, как недорого, может, евро 12, но почитать очень интересно, перевод очень-очень тоже хороший, такой, знаете, богатый язык, меняется, много очень синонимов используется, то есть, ну, в общем, книга классная, я рекомендую. И сюжет интересный, и приключения, и история, и выдуманные факты, и мистики чуть-чуть, поэтому эти книжки я ставлю твердую пятерку. Ура! Так, и следующая книга, уже грустная, Джон Грин, «Виноваты звезды». Это вообще, это моя, вот это вот, это вообще просто нереальная книга. Я смотрела некоторые отзывы на Ютубе про эту книгу, и много кому она почему-то не понравилась. И Настюша Милка мне писала, что ее, я так понимаю, брата, жене она не понравилась. И моя сестра даже, она тоже, она книгу не читала, она фильм посмотрела, она сказала, ой, фу-фу-фу, раздутый, выдутый, типа, ну, очень так уж прям там, ну, в общем, ей тоже не понравилось. А сестре я сказала, что я читаю эту книгу, когда уже на взрыве рыдала, просто я реально плакала. Я сидела на работе, у меня были два свободных часа, ну, то есть, как свободных, я на рабочем месте, не было рейсов, я просто сидела, и я реально рыдала, захлеб, вот так, вот так, я плакала, у меня вообще тушь там стекала, мне было на все наплевать, я просто сжила с этими героями, я так переживала за них. Настолько она искренне, простая, эмоциональная, такая светлая эта книга. Вот я считаю, если ты настолько уже Если человек отупил, что не можешь различить, чему надо радоваться в жизни, что надо радоваться этой луне или первой росе, то ты почитай вот такую книгу, и ты точно будешь радоваться. Потому что когда она описывала, как ей тяжело дышать, вынув катетер, и что она не может даже сделать с двух-трех вздохов, ей надо срочно вставить катетер, тогда я реально благодарила Бога, что я здоровая, мне вообще никаких нет проблем. И вот прочитав такую книгу, только я поняла, что я абсолютно счастливый человек. Я вообще не понимаю, что такое больно дышать, я не понимаю этого настолько, я пыталась представить честно, но я не понимаю. Моя мама работает вообще-то в онкологической больнице, она работает в операционной, является инструментатором, но как-то мы даже как-то с ней так особо не говорим на эту тему. Ну, не потому что она там боится, она говорит, нет, она очень любит свою работу, она абсолютно верит в то, что каждая операция спасет жизнь человека. Хотя, бывает, наверное, бывают такие операции, что люди, ну, что всем понятно, что конечный исход какой ожидать, но все равно моя мама, она всегда говорит, что я знаю, что мы делаем операции, и люди будут жить. Не знаю, что ты меня вообще потянула, а не туда, я уже не про книгу говорю. В общем, меня очень как-то, мои струны души очень дергались, когда описывался отец девочки, который плачет, он, и папа тихо заплакал. Ну, вот это, я не знаю, даже мне сейчас наворачиваются слезы, потому что она так вот это все рассказывала, эта девочка. Также, не избегая юмора и какого-то такого надсмешки над этой проклятой болезнью, я некоторые сделала цитаты, которые хочу вам зачитать, что меня очень вообще потрясло. Конечно, их было очень много, но вот я все не выписывала. Так, вот, допустим, они там полетели, в общем, в Амстердам, главная героиня, со своим парнем и с мамой. И парень там бегал по аэропорту и прибежал и очень сильно дышал так. Ну, то есть, да, вот когда ты бежишь и запыхиваешься, и вот она говорит, он прибежал и так громко дышал, что моим легким, я просто прошу прощения, я сразу перевожу с литовского, что моим легким это показалось каким-то оскорбительным, оскорбительной похвалой. Ну, то есть, вот она так, она с этими легкими общалась, как с человеком. То есть, она говорит, что ее легкие были унижены, оскорблены быстрым и таким, ну, дыханием ее друга. Вот это меня так вообще... Следующая цитата, которая мне... Ну, не цитата, просто вот такая, что меня очень-очень так... Ну, не то, что потрясло, но, в общем, оставила... Так, секундочку. Да, ну, я даже реально смеялась через слезы. У них еще был один друг, который для того, чтобы выжить, должен был сделать операцию и ослепнуть. Он ослеп. Ну, и в конце уже книги там рассказывается о ее уже мальчике, который умирает уже. Он лежит уже в кровати, вот она приходит с этим слепым мальчиком и говорит своему другу, вот ты так хорошо выглядишь. А он говорит, да-да, я всегда был красивый, вот наш друг Айзек даже отслеп от моей красоты. Понимаете, вот такие всякие саркастические какие-то параллели с этой вот проклятой болезнью. Почему нету в 21 веке еще лекарств? Я часто задаю вопрос своей маме, и она на что просто молчит? Она не знает, что ответить, потому что нет. Если бы люди знали, от чего рак, не было бы рака. Так, еще одну хочу вам сказать фразу. Так, секундочку, секундочку. А, уже где хоронят одного из героев? Ну, это получится чуть-чуть, что я рассказываю о чем. Ну, я думаю, что книга достаточно старая, уже полный ютуб. Есть уже много кто прочитал эту книгу. В конце умирает главный герой, ну, то есть мальчик. Хотя я все время до конца практически книги думала, что все-таки девочка первая умрет. Ну, и, короче, он уже лежит в гробу. Его там одели, причесали. И вот тут она уже, когда пришла к его гробу проститься с ним, она видит, что его там одели. И что у него волосы очень красиво зачесаны на бок, на левый бок. И она говорит, что... Ну, то есть на левый бок. И потом ее мнение, что он бы пришел бы в ужас от такой прически. Ну, то есть даже в такой уже ситуации не оставляет нашу главную героиню вот этот вот... Ну, не то, что черный юмор, но просто... А куда им деваться без этого, если они просто бы... Ну, сейчас бы поняли бы, что все, конец. Хотя обоим был все равно конец. И просто сели бы тихо, ждали бы смерти. Это было бы, я думаю, еще хуже. Извините, что я так как-то, может, открыла карту, может, кто-то хотел почитать. И, ну, просто... Ну, вот какой-то такой мой обзор на эту книгу получился. Я, приехав с работы домой, сразу же первым делом сходила в душ и легла, и сразу включила фильм посмотреть. От фильма я тоже осталась в большом восторге. Я ревела до трех часов ночи, плакала, взахлеб, потом уже фильм закончился. Я будила Сашу, говорю, подожди, говорю, не спи. А я ему вставать утром, говорю, ну, почему она не может дышать без этого аппарата? Почему он умер? Почему они молодые? Они же так эти... Ну, в общем, на меня эта книга произвела большое впечатление. Мне было очень-очень интересно. Интересно было рассказано о их путешествии в Амстердам. Местами мне, где автор описывал улочки Амстердама, солнце, первую листву желтую, мне чем-то даже запахло ремарком. Вот насколько я люблю ремарка, вот какие-то вот мне были такие тени ремарка, его вот пера, что-то мне такое напомнило. Но только так, очень-очень так мельком. В общем, я всем рекомендую почитать эту книгу. Тут, да, это подростковая, можно сказать, литература, потому что тут о жизни подростков, тут о их каких-то первая любовь, первые эмоции. Какой-то даже подростковый был рассказан такой, знаете, когда они сопротивляются. О подростковом максимализме, ну вот что-то такое, и плюс это все с этой ужасной трагической болезнью, это все переплетается, их мысли, их чувства, как они все видят, как они оценивают мир, что для них важно, что для них не важно. Я очень рекомендую эту книгу. Это были все книги, которые я прочитала, ну то есть три, которые я обещала прочитать. На первом месте мне остается вот Джон Грин. Я знаю, что есть еще книги у этого автора, я буду их покупать, читать, потому что мне понравилось, мои чувства не остались равнодушны к этой книге. И я плакала, что не так легко, в принципе, сделать, потому что, ну конечно, когда я читаю литературу о Второй мировой войне, о концлагерях, хотя уже у меня тоже есть нарощенная такая, знаете, толстая кожа, я уже бывает даже не плачу, потому что я уже все знаю. Ну не все, конечно, ну то есть я уже не удивляюсь этим всем ужасом, но вот здесь я плакала совсем по другим поводам. И повторюсь, что в перемешку с этими светлыми какими-то моментами, с каким-то юмором таким, меня эта книга очень впечатлила. Я благодарю всех за внимание, читайте книги, делитесь своими эмоциями, пишите в комментариях, может быть, тоже что-то прочитали с этих трех книг. И до скорых новых встреч. Всем пока!